Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Даник. Мы продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Genshin Impact. И на меня тут напали сразу же, только я появился. Сразу целая армия, собственно... А, кстати, тут сундук заново появился. Серьёзно? Или мне не засчитали то прохождение бандитов? А, возможно, из-за того, что здесь был квест, сундука именно поэтому и не было здесь. До этого. И мне придётся сейчас немножечко, так сказать, заново зачистить бандитов уже ради достаточно мощного и крутого сундука. Так, мне бы увернуться от этого парня. Давайте немножко заультуем. Ради роскошного сундука, я думаю, можно или драгоценного и завалить бандосов. Ну, то есть похитителей сокровищ. Так, минус один парниша есть. Так, давайте второго сразу большого парня добьём, потому что он достаточно опасен. Сегодня у нас, как я понимаю, будут уже задания в Ли Юэ, ежедневные. А не в Монштадте, как обычно. Нормально. Полетел парниша дальше. Так, здесь разобрались. Так, и где последний? Куда он там сбежал? Ага, вижу тебя. А как ты ещё выжил, братан? Ну ладно, типа окей. Ещё не иниевые осколки собираем всякие разные. И осколки, и не осколки, и всё в таком духе. Так, ещё давайте соберём парочку. Как я понимаю, именно не осколки, а фрагменты. Они падают с таких, знаете, больших монстров. И тут ещё печати сокровищ падают. Так, господи, спрыгни ты уже. Так, ещё пара печати. И откупориваем сундук. Отлично, опыт, часы. О, указания поэзии, неплохо. Надо быть, кстати, данжик сейчас пройти, прежде чем идти на ежедневные задания и так далее. Давайте мы сначала с данжика начнём. Я хочу всё-таки себе экипировать новый меч. У меня есть просто такой прикольный меч, как меч сокола. Я бы хотел его улучшить, но для этого мне нужно данж пройти. Но, по-моему, вот эти вот штуки, они падают как раз сегодня. У нас воскресенье, они падают как раз в подземелье с воскресенья. Так, и мне нужны, собственно... Нифига себе здесь уровней сколько разных всяких. Я могу дофига на самом деле пройти. Ну, давайте телепортнёмся, окей. Так, нам нужны такие квадратные или прямоугольные шняшки. Ну, погнали, позырим. Чё там есть вообще? И самое главное сложность правильно подобрать, чтобы выбить то, что мне нужно. Я думаю, не стоит запариваться на слишком высокой сложностью, просто пройти ту, где дают именно нужные мне шняги. А мне нужны, по-моему, как раз-таки... зелёные вот эти вот кармашки. Да, как я понимаю. То есть мне можно самую первую сложность пройти, вообще не запариваться на этот счёт. Мне нужно пять таких, поэтому придётся, наверное, пройти несколько раз это испытание. Но это не страшно. Мне как-то выпало вообще шесть штук подряд таких, как бы. Так что, чувствую, может и сразу упасть нужное количество. Я уже понял, что особо высокий уровень проходить просто нецелесообразно из-за времени, который ты затрачиваешь на это, на всё. Так, погнали меч, короче, качать. Двигаем. Вообще, хотелось бы оружие сегодня покачать немножечко. Хотя бы на один уровень повысить самое необходимое. Для Байдоу и для Аджин. Так, блин, здесь тоже слаймы. Я же вчера проходил данж абсолютно другой, но там были те же самые противники. И я за этот, кстати, данж получил вчера... Не эти штуки, я, конечно, получал другие, но тоже я получил сколько-то там, шесть, что ли, фрагментов сразу за один... За одну попытку, грубо говоря. Давайте сразу просто ультанём и просто добьём всех оставшихся. Так, погнали, заберём наградки. Дайте мне сразу пять штук, я буду так счастлив. Так, пропускаем анимацию. И в итоге мы получаем сколько фрагментов? Пять штук, идеально. Блин, это прям супер-мега круто. Что я получил сразу пять штук, мне как раз пять было необходимо. Может быть, кстати, мы сейчас ещё пойдём в этот данж, но уже на более высокие уровни, если нам нужно будет качать уровень мечу ещё выше. Потому что я бы хотел увеличить урон, мне сейчас очень не хватает урона, особенно против каких-то там, знаете, хиличурлов больших. Я просто не могу с ними справиться иногда. Иногда они даже меня убивают. Меч, конечно, мне этот даст отхилл неплохой. Но хотелось бы всё-таки, знаете, как-то побольше урона вносить, а то я долго бью монстров. Так, давайте мы перейдём, собственно, в менюшку. Оружие сменить. Выбираем затем наш клинок, улучшить, улучшить точнее. А, и... А, блин, подожди, мне синие нужны. Блин, а мне синие, оказывается, нужны были, а не зелёные. Вот это, конечно, я обломался. Я-то думал, мне зелёные нужны были, а мне синие нужны. Ну ладно, придётся тогда ещё раз пройти. Только уже на более высоком уровне. И, скорее всего, не один раз, потому что синих уже, наверное, пять штук мне не дадут за одно прохождение. Ну вот, вот это будем проходить, особо запариваться над самими высокими уровнями сложности не будем. Блин, а почему я подумал, что мне зелёные нужны? Это, конечно, я лоханулся. Так, где моя водичка я пить хочу? Хорошо. Ну что, поехали. Придётся, скорее всего, два раза проходить, потому что синих вряд ли пять штук сразу дадут. Скорее всего, три или две штуки. Надеюсь, что хотя бы три, чтобы во второй раз мне точно выпало нужное количество ресурсов. Будет сейчас немножко посложнее, но ненамного. Я думаю, мы легко справимся с этим заданием. Поехали. Блин, просто так, навык в никуда использовал. Неприятно, конечно. Блин. Достаточно долго перезаряжается навык, всё-таки, как ни крути. И при убийстве монстра восстанавливается не вся энергия, только её часть, кстати. Интересно, будет тут маг или чурлов, или нет? На второй сложности я просто не знаю. Так, 23 монстра надо убить в целом. Давайте я ультану, что ли, ради разнообразия. 4000 урона, ничего себе. У них защита слабенькая, наверное, поэтому так много урона прошло. Так, и у нас остались три последних противника. Это у нас большие слаймы. Вот это неприятно, конечно, это да. Потому что надо успеть их убить. А нет, всё-таки всё время восстанавливается, если ты убиваешь кого-то. В общем-то, изи вин. Это было несложно. Мага не было, и хорошо. Если бы маг был, тогда, может, и было бы... Были бы какие-то проблемы с этим. Но мага не было, поэтому здесь всё замечательно у нас. Получилось пройти. Давайте посмотрим, что мы получили в награду. Ну, так, как я и говорил, получилось только добыть два фрагмента. Возможно, даже придётся это испытание проходить три раза. Ну, заодно смолу потратим. Почему бы нет? У нас выполнится пара квестиков. Но это надо сделать. Я ждал этого момента, когда я смогу прокачать меч и, наконец-то, одеть его, чтобы у меня был больше отхил. А то мне здоровья уже начинает не хватать, но на более сильных монстрах. Заодно посмотрим, что за эффект будет с меча. Он, говорит, сокола какого-то призывает гигантского. С определённой вероятностью, скажем так. Давайте ради разнообразия, может, за Байдоу поиграть, в принципе. Заодно, пока молния тут дамажит всех одновременно. Так, не борзейте особо, окей? Минус хиличуррл. Минус ещё один хиличуррл. Ну и теперь осталось просто слаймиков добить. Чё, не удалось прыгнуть, да, братан? Не повезло, да? Бывает. Погнали соберём ещё раз наградки. Так, да-да-да, анимацию пропускаем. Она нам не особо интересна. Смотрим, сколько выбьем осколков. Две штуки. Блин, ещё раз придётся повторять. Ну ладно. В принципе, это быстро. Ну а зато сейчас пройдём, и сможем сразу меч прокачать. Это прям офигенно. До 60-го уровня. И посмотрим, что требуется для следующего уровня. Ну хотя, наверное, я не буду качать до следующего уровня. Мне просто не хватит. Или у меня очень мало останется осколков, мне кажется, если я прокачаю его ещё выше. Можно, конечно, в принципе. Мне кажется, там надо 3 фиолетовых осколка. Мне вряд ли столько выпадет за... Один данж. Мне придётся проходить на самом сложном уровне сразу 3 раза один и тот же данж. А это займёт очень много времени. Я бы хотел сегодня немножко по истории всё-таки пройтись. Я думаю, для начала мне будет нормально. Тем более, что это подземелье, оно 3 дня в неделю проводится, и я смогу прокачать его... Ну, почти что когда угодно. Так, выносим ещё парочку противников. Не преды, конечно, когда они блокируют атаки свои. Или чурл это. Так, погнала финальная, собственно, битва. Ну и добиваем последнего слизня. Всё, ези вин. Ну и теперь мы можем прокачать наш меч. Давайте мы это и сделаем. Да, соберём в первую очередь награды. Пропускаем анимацию. Хотя смолу тоже надо потратить с другой стороны. Покинуть? Мне не нужно уже проходить этот уровень сложности. В любом случае, для меча следующего уровня мне понадобятся уже фиолетовые предметы. Да и я не собираюсь пока что их добывать. Когда-нибудь, наверное, в другой раз. И так потратил достаточно много времени на этот даншн, чтобы пройти его 3 раза подряд, и ещё при этом на минимальном уровне прошёл. Поэтому, наверное, мне пока 60 уровня меча хватит. Мне кажется, даже сначала стоит герой до 70 уровня прокачать, чтобы уже прокачать меч до 70 после. Хотя, по сути, без разницы. Что-то первым делать, что это. Так, давайте перейдём уже в менюшку. И оружие, пожалуйста, сменить. Так, 261, здесь 361 урона. Посмотрим, сколько будет меча наносить при грейде. Возвышение оружия заработано. И осталось теперь прокачать его материалы 2 и ниже. Выбираем для начала. Качаем, окей. Хм. Ну и теперь просто вливаем миллион вот этих вот осколочков. Да, мне кажется, мне просто осколков не хватит на 70 или 80 уровень. А, он до 50 только улучшится. Блин, ну я бы хотел его до 60 прокачать, честно говоря. Но мне для этого нужны ещё синие штуки. Ну, урона уже неплохо. Но хотелось бы ещё, конечно. Давайте ещё раз пройдём этот данж несколько раз. Хотя бы до 60, мне кажется, надо прокачать. Ну, не один раз мы пройдём, конечно, несколько, но... Да. Так, поехали, собственно, тот же самый уровень. Да-да-да, меня всё устраивает. Поехали в бой. Я, правда, не знаю, сколько у меня смолы осталось. Надо посмотреть сейчас. Чё, по смоле? Ну ладно, потрачу ещё немного времени, чтобы всё-таки прокачать своё оружие до следующего уровня. Потому что 60-й, мне кажется, важно поднять, как ни крути. Чтобы он хотя бы был сильнее моего меча, но по базовым атакам. Он так, конечно, уже сильнее, потому что он усиливает атаку на 20%. Но хотелось, чтобы прямо он разрывал мой меч противников. Давайте посмотрим, сколько у меня смолы, сколько раз я могу ещё пройти испытания. Четыре раза. За четыре я выбью восемь осколков, и мне, в принципе, будет достаточно. Стоит отметить это. Давайте сразу ультанём, чтобы избавиться от всех, кто вокруг есть. Так, хорошо, более-менее. Ещё пару слаймов убиваем. Мне кажется, за Байдоу даже быстрее-то проходить всё. Потому что у неё массовые атаки есть, которые не только одной цели наносят урон, а сразу всем вокруг, и я могу так больше задевать противников, скажем так. Давайте ради разнообразия ультанём. Всё, изи-бризи. Можно мне, пожалуйста, не два осколка, а хоть раз дать побольше? Ну, то есть, не осколка вот этих вот предметов, которые я выбиваю с этой испы. Блин, всё равно. Теперь дали всего лишь два этих. Два синеньких. Ой, два зелёненьких. Обычно дают по три, а сейчас дали всего два. Я могу, конечно, ещё перейти в алхимию, просто создать эти штуки из зелёных штук. Но, опять же, зелёные могут пригодиться там на какого-нибудь другого героя, но другое оружие, опять же, более мощное. Ну, хотя, вроде, мощнее этого меча ничего нету для Джин. Ну, может быть, мне придётся ещё вот это вот проклятое оружие прокачивать дальше. И вдруг там задание будет какое-нибудь типа того. Поехали. Так, с этими разобрались. Хотелось бы оружие Байдол тоже прокачать, вот этот прототип Гухуа. Надо бы посмотреть после этого, доступно ли у меня подземелье, где я могу его вкачать на данный момент, или ещё нет. У двуручного оружия гораздо больше радиус атаки, мне это нравится. Давайте мы просто ультанём за Джин, чтобы побыстрее дойти до... дальше. Так, и осталось последних трёх слаймов забить. Как бы всё изи-бризи. Так, собираем награды, как обычно. Да, пропускаем анимацию, она нас не интересует особо. Дайте больше двух, пожалуйста. Да чё ж тут... Всё время... Ээээ... Почему-то дают только два фрагмента. Почему всегда два, почему не три? Ни разу ещё три не дали, на удивление. Хотя должны были. Ну ладно. А интересно, из синих можно крафтить фиолетовые предметов? То есть, к примеру, если ты не можешь пройти испытания на фиолетовом уровне, ты просто проходишь... Просто крафтишь... Проходишь несколько раз на синие... На синие штуки, и затем крафтишь из них фиолетовые. Можно ли так сделать, интересно, чем не интересует? Поехали. Следующий, а нам надо ещё два раза пройти. И у нас будет достаточное количество осколков. Не осколков, а этих предметов. Мне бы успеть по времени... А то чё-то я мало наношу урона. Все эти дурацкие штуки с щитами защищаются. Вроде бы убил кого-то. Не восстановили время, в принципе. У Джин, конечно, усиленно вот эта атака, она чуть быстрее, чем у Бэйдоу, перезаряжается. И урона идёт больше от базовых атак, благодаря достаточно неплохому мечу. И более сильно прокачанному, чем двуручное оружие у Бэйдоу. Давайте я сразу ультану, чтобы избавиться от всех. Рановато я, наверное, использовал ульту. Ну да ладно. Так, и остался последний водяной слайм, в принципе. Успеть бы его забить, но у меня у Джин бешеный урон, поэтому да. Погнали заберём ещё награды. Так, пропускаем анимацию, нас это не особо интересует. Дайте три, хотя бы три. Нет, ну ладно, придётся в последний раз повторять, окей. Ни разу не дали больше двух фрагментов за одно прохождение. Странно. Но у нас один фрагмент был, да, лишний. Из шести только пять потратил на улучшение меча. И остался один. И получается, сейчас я ещё четыре раза подряд прошёл испытание. Заодно потратил 150 смолы. Это значит, что всё хорошо у нас. Погнали, активируем. Ну это надо прокачать этот меч, потому что он нам реально поможет в новом мире ориентироваться. Но у Джин с другой стороны более быстрой атаки. Мне это тоже нравится. У Бэйдоу медленный, именно из-за этого она часто плюхи получает, не успевает добить противника и так далее. Вау, неплохо. Я так сразу несколько штук убил. Так, вы меня бесите. Сразу расшвыриваем всех в разные стороны. Так, и осталось теперь только трёх слаймов убить. Не знаю, кто там прыгать собирался. Я так и не понял, но окей. Так, забираем последний раз награды. Да-да-да. И сейчас такой один фрагмент дают, и я... Синий. Я такой, типа, что, простите? Нет, слава богу. Давайте пропустим. Выйдем из данжа. И улучшим свой меч. Почему бы и нет, как говорится, да? Меч улучшать это благое дело. Тем более, если это новый крутой легендарный меч, который просто мне будет вытаскивать катки. И файты с любыми противниками. Ещё и наджин. Это просто идеально, конечно. Это очень крутой меч. Это прям имбический меч, я бы сказал. Он прям офигенный. Давайте я немножечко улучшу его, наверное. Так, нет. Для Байдо мне пока не надо. Вот для джин. Не-не, не этот меч. Этот меч мне улучшать как раз таки не нужно. Мне нужно сменить оружие и улучшить меч вот этот вот. Да, давайте улучшаем. У нас всё имеется для его улучшения. И теперь осталось его только прокачать материалами. Авто. Блин. Но он постоянно использует луки. Мне не нужно использовать луки. То есть, можно было как-то выбрать, я не знаю бы, хотя бы чисто руду. Уровень качества. Но это не то, это мне не то, что нужно. Проблема в том, что я не могу сразу, допустим, зажать палец на этой штуке на руде. И сразу по максимуму взять. Мне приходится именно вот так клацать по несколько раз на одной руде, чтобы... Я не могу, допустим, выбрать и использовать только руду. Всё, готово. Поехали. Да-да-да, не вопрос. Всё, максимальный уровень. Здесь уже нужны фиолетовые штуки. А у меня они, по-моему, даже недоступны в этом данже. Всё. Урона больше, ещё и бонус виз урона больше. Это просто имба. Ну чё, пацаны, мега меч. Он ещё, смотрите, он видоизменяется. Теперь у него лезвие стало голубого цвета. Охренительно. Ну чё, пацаны, меч готов. Давайте ещё посмотрим, чё там у нас для Байдоу нужно, чтобы улучшить оружие. Ну здесь нужно много всего. Это будет долго улучшать. Да и к тому же уровень соответствует, собственно, уровню Байдоу. А здесь чё имеется? Здесь у нас есть такая штука. О, кстати, это подземелье я тоже могу, в принципе, пройти, чтобы улучшить книжку до 60 уровня. И также я могу, в принципе, лук прокачать, тоже пройдя это испытание. Да. Офигенно. Можно заняться возвышением оружия сегодня. Или забить болт. Наверное, я забью болт. Мне не так сильно нужно повышение атаки Эмбер и той барышни. А двое основных дамагеров у меня уже на максимуме. О, кстати, я получил задание в книжке. Так, получаем кусок нефрита какого-то там. Мне на секунду показалось, что там стоит сундук, а это просто ящик. Так, и теперь ещё хотелось бы получить награду... Да, вот, войдите в игру, потратьте смолу. Хорошо, 10 минералов ещё надо добыть. Так, пацаны, у вас нету здесь, случайно, минералов каких-нибудь? Вроде не вижу, ладно. Погнали тогда по ежедневкам, а затем уже по квестам пойдём. Так, сейчас у нас в Ли-Юэ должны быть квесты, поэтому... Давайте сначала отправимся, я не знаю, вот допустим сюда. Так, опасные перевозки, отслеживание, точка телепортации, поехали. Ну всё, теперь у нас до хрена урона! 400 с чем-то урона, ещё и бонус к атаке 30%. И при этом ещё мы будем хилиться от атак. Это прям так нам поможет в прохождении ивента и убийстве более-менее сильных противников, знаете, типа хиличурлов там улучшенных и так далее. Мы сможем ещё и хилиться от ударов по ним. То есть реально это нам очень должно помочь. Опять слаймовый аэростат. Но я ему сейчас много урона буду наносить с новым мечом-то. Поехали. Давай быстрее уже появляйся. Господи, куда ты бьёшь? 1900 урон. Так, более-менее. Ну да, аэростат всё равно жирный достаточно. Всё равно его бить придётся долго. Тем более я откиливаюсь сразу от своих атак, так, маг, не балуй. Блин, камера, конечно, божественная. Опача, готово. Миссия выполнена. Замечательно. Подожди, а чё это там такое стоит? Это руда или чё это такое? Или это статуи какие-то? А чё они здесь стоят? Чё мне с ними делать? Ну смотрите, я не получил нисколько урона вообще. Просто ноль по демеджу полученному. Кто опять? Чё-то непонятно даже, кто на меня напал. А, слаймы обычные. Ну, вы меня, паратоны, не интересуете, честно говоря. Я пойду лучше ещё по Лиуэ, выполню пару заданий. Давайте отправимся сюда, допустим, следить. Так, и где тут будет проще стелепортироваться? Наверное, всё-таки... Не, с берегом, мне кажется, будет отстойно. Давайте с гор пойдём. Телепортируемся в этот данж, ну, к этому данжу. Нам, кстати, надо его проходить, но я не хочу пока. Ну, типа, чтобы прокачивать таланты, прокачивать оружие и так далее. Кстати, насчёт прокачки. Надо ещё посмотреть, чё у нас по талантам. Да, я могу повысить ещё один уровень, но мне нужны вот эти вот штуки. Кстати, возможно, стоит их тоже купить. Они позволят мне увеличить урон от атаки. От всех четырёх видов атака ещё здесь тоже нужны эти книги. Одуванчиковый бриз, дружественный... Так, ну это не то, это я не могу пока прокачивать. Да, это тоже было бы неплохо прокачать, но я думаю, это сделаю в следующий раз как-нибудь. Я хочу сегодня именно по сюжетке пойти. Ну, по рыцаре Мелой Дракону. Да-да-да, братан, удачи-удачи. Пиши письма. Так, девять монстров надо завалить. О, кстати, братан, привет. Нормальная хилючь постоянно от урона по врагам. Ещё и ульта дамажит неплохо так, да? Но в локации новой мне очень поможет этот меч. Я чувствую. Потому что, видите, я просто отхиливаюсь на фул от обычных атак. То есть я ношу противника урон и отхиливаюсь на этот урон. Он погиб. Один прогиб, и ты погиб. Так, кто ещё там остался? О, почему только сейчас стали выпадывать фрагменты? Чёрный рог. О, здесь электрические, кстати, эти чуваки. Но чтобы расхреначить его щит, надо использовать Бейдоу. Джин мне здесь не особо поможет. Ну как, поможет, конечно. Она будет его пробивать, но... Проще, мне кажется, сломать щит за Бейдоу, потом уже за Джин. Работать. Правда, лучники мне очень много здоровья сносят, мои Бейдоу. Офигеть, так ещё получается хилятся и эти, и союзники от моих обычных ударов. То есть, видите, видите, Бейдоу хилится от обычных ударов. Ничего себе. Так, можно я убью этих лучников? Они меня уже задрали. Просто пофигу вообще на урон мне. Я просто отхиливаюсь на весь урон, который я наношу по противникам. Так, ты вообще не из этой шайки. Чё тут делаешь, братан? Давай, иди гуляй. Здесь роги собираем. Ну, рога. Подождите, там сундук был или мне показ... Не, мне показалось-то камень. Ну, и теперь осталось ещё выполнить, по-моему, парочку квестов. Один у нас находится в... Этом... Эээ... У этого чувака, где ещё один квест. Может быть, на острове? Да вроде бы нет. Блин, можно подальше чуть-чуть? Не настолько дальше. Вот так вот нормально пойдёт. Так, убираем квест. Или я уже три квеста выполнил? Не, я выполнил только два. Так что ещё сюда сейчас пойдём. Статуя Георгонта переместится. Пойдёмте ещё зачистим пару точек. Затем выдвинемся в этот... Либо в Манштадт, либо в Льюэ. В принципе, разница не особо важна. Надо бы ещё, кстати, посмотреть, обновился ли ассортимент у торговцев. Если чё, купить там всякие различные продукты. Перчик, к примеру. Чтобы крафтить новые рецепты и так далее. Так, собственно, мы здесь. Нам нужно внизу кого-то завалить. Опять же. Там феечка есть. Я бы хотел её взять, на самом деле. Так, ну здесь, наверное, бандитов из Льюэ надо будет убить. Так, феечка. Да, пацаны, я понимаю. Во, кстати, меня Феникс отхилил ещё. Да, меня ещё призывающийся Феникс хилит. Да, чуваки, потом, потом. Подождите пока немного. Мне надо феечку забрать. Феникс ещё дамажит тем временем. У меня, кстати, новый раунд приключений. Отлично. Всё, погнали с варами разбираться. Жалко, что от одному навыков не... Отхила нету. Ну, это было бы совсем читерски, если бы ещё от одного навыков я хилился. Залез на костёр и ультанул, понимаю. Да, блин, ты чё творишь? Какой готовить? Да, блин, дайте мне просто взять вещи. Блин, нафигеть, охотники с сокровищами разлетаются, как... Непонятно что. О, новое подкрепление у них пришло. О, задолбали уже. Так, не надо меня отпинывать никуда, пожалуйста. Щит себе поставим, почему бы нет? О, здорово, братан. Подожди. Иди в эту сторону, чтобы я мог здесь собрать все вещи. Ну, нифига себе, куда ты забрался, конечно. Так, собираем печати и выдвигаемся, собственно, на последнее задание с вами. Нифига себе, один из них как далеко отлетел. Так, это всё, что ли? Больше нету? Да, видимо, больше пока нету, окей. Так, давайте тогда выдвинемся с вами в последнему заданию. Точка телепортации поставила двор Баншу или Байшу. Видимо, всё-таки надо по сюжету пройти, чтобы открылись задания за репутацию в Ли Юэ. Потому что пока что они недоступны. И сколько бы миссий я ни проходил в Ли Юэ, они мне не открываются. То есть, скорее всего, наград за репутацию будут доступны по сюжету. То есть, если я буду двигаться по основной сюжетной линии. Но это опять же подождёт. Мне сейчас нужно пройти миссию с рыцарем Мелой и Драконом. Всё-таки как-никак. Так, нам нужно здесь поговорить с кем-то. Я, правда, не понимаю пока с кем точно. Но с кем-то надо. А, этот чел находится где-то внизу. Я-то думал, он где-то здесь, а он внизу оказывается. Ну, сейчас выйдем отсюда, спустимся вниз. Возможно, он на лестнице где-то. А может быть и в самом-самом низу. Да, он не в самом низу, а где-то чуть-чуть пониже. Повыше, точнее. Так, Хуаянь. Мне когда закончится, отчините лестницу. О, ещё один, короче. Хорошо, я схожу за досками, расслабься. Так, нажмите, чтобы отслеживать. Окей. Чё-то далековато как-то идти, братан, не находишь? Давайте я лучше стелепортируюсь, так быстрее будет. Хорошо. Потом надо будет в Льюя вернуться и взять оттуда ещё эти... Квестики. Ой, не квестики, а награды. И за уровень, и... Поставить на новую экспедицию пацанов, если они вернулись той, которую я проходил. Хотя, мне кажется, они ещё не вернулись. Потому что я записываю сейчас, примерно, через 10 часов, после того, как записывал предыдущую серию. А там же задание по 12, по 14 часов. Интересно, надо бы кого-то убивать. Ну, вроде бы да. Вряд ли мне дадут просто так доски собрать. Где груз? Ремонтно поставил на дворе, собрать 5 досок. Давайте разберёмся с хиличурлами, чтобы они нам не мешали доски собирать для начала. Ау, неприятно. Блин, задолбали эти взрывающиеся штуки. Они светятся, кстати, как будто в них есть доски. Да куда ты бьёшь? Издеваешься, что ли? Да, смотрите, с хиличурла впадают доски. Меня просто не могут задамаживать противники. Они не дамажат, а я просто отхилюсь с помощью базовых атак. Да ты сдохнешь вообще или нет сегодня? Давайте заберём доски. Так, 3 доски мы выбили с хиличурлов. Ещё пара досок у нас находится здесь. Так, всё, теперь можно поговорить с Гуай... С Хуайг... Ну, в общем, вы поняли, с кем-то там поговорить. Поехали. Затем вернёмся в Лиуэ, посмотрим, обновился ли ассортимент у торговцев едой. Появились ли новые предметы. Ну, мне кажется, ещё где-то один день ждать. Один или два дня до обновления ассортимента. Ну, если уже обновился, тогда сбегаем в Монштадт и в основной город. Ну, то есть в Лиуэ и возьмём там эти продукты. Так, пока что нам надо поговорить с каким-то челом. Так, я могу здесь как-то спрыгнуть по-быстрому? Да, в принципе, могу. Хм, тут печать есть, надо взять. Так, братан, я принёс тебе доски. Да, вот они. Спасибо, братца, за работу. Бла-бла-бла, всё. Ещё один фрагмент лестницы починен. Но, блин, ещё не всё, да? То есть тебе нужно будет ещё потом сделать достаточно... Да, блин, ты ещё ничего не сделал. Тебе надо ещё будет там подрихтовать лестницу. Типа, ну, просто поставил какой-то странный фрагмент и всё. Так, давайте печать тоже возьмём, раз уж мы здесь. Это, в принципе, пара секунд. И пойдём уже с вами, получается, на... Награду на причине, награду за экспедицию. Нет, смотрите, некоторые экспедиции, видимо, завершены. Но, мне кажется, не все. Телепортируемся в этот... Как он называется-то? В Лиуэ. И посмотрим там ассортимент ещё, пока идём до торговца. Потому что было бы неплохо, конечно. Тик-с. Телепортейшн активейтед. Всё, готово. О, тут ещё один квест появился, оказывается, где-то в море. Давайте возьмём его, пока я не забыл. О, теперь не приближает карту, кстати. Давай я возьму квесту этого управляющего. Да-да-да, вернуться к работе, всё в порядке, разлом закрыт, кузница, бла-бла-бла. Взять её нельзя, путешественники, если не знаю, смотри разлом, окей. Ну, это потом, это я просто взял задание, чтобы потом мне с ним проблем не было. Чтоб потом не пришлось искать эти квесты, чтобы сразу видеть, где есть чё. Так, ну, первым делом, давай, чё у тебя по ассортименту продуктов, братан? Я хочу кое-что купить, выбирай, что нравится, давай, показывай. Обновился ассортимент еды у тебя? А, и ты не у него же покупать эту шнягу. Сто двадцать семь, сто тринадцать, да, это, видимо, у другого торговца надо смотреть. У продавца еды. Ну, сейчас бегаем, посмотрим, чё. Так, шеф-повар Маус, здравствуйте. Давай, показывай, чё у тебя есть, я хотел заказать еду, чего изволите. Да, у него обновился. То есть, надо купить, сбегать и сюда, и там. Так, вот это я заберу, это я заберу, пожалуй. Давайте все побеги. Бамбука тоже возьму. Мацутакэ. В наличии... Ну, давай тоже всё купим. Чашечка лотоса, я не знаю, нужна мне или нет. Скорее всего, нет, но я возьму. Грибы мне обязательно нужны. Не знаю, я всё куплю, даже редис с морковью. Так, и заоблачный перчик в том числе. Мне всё это очень пригодится. Может быть, даже сейчас немного приготовить какой-нибудь еды. Давайте мы этим займёмся. Приготовление. А чё я могу приготовить, чё у меня не на максимальном мастерстве? 10 из 10, 10 из 10, 10 из 10. Так, ну зелёный у меня, по-моему, вообще все 10 из 10. Ну, кроме вот этого, суп из украшений. Но здесь нужны другие штуки. Ну, давайте вот суп с морепродуктами приготовим, к примеру, да. Один есть. Второй есть. Так, с этим пока всё. Мясное сорти у меня на фуле, это на фуле, это на фуле. И пиццу грибную давайте сготовим, почему бы нет. И ещё пиццу. И ещё одну пиццу. Скорее всего, уже последнюю, да. Готово. Чё ещё я могу приготовить после пиццы? Солнечную рыбу могу сготовить. Давайте сделаем. Есть немного рыбки для этих дел. Идеально. Так, это всё или ещё могу чё-то приготовить? Так, тушёное мясо, понятно, это на фуле. Вот, нефритовые мешочки ещё могу приготовить. Раз. И два. Отлично. Ну а теперь вроде бы точно всё, да? Всё остальное у меня уже на максимуме. Надо, кстати, ещё эту ветчину поставить на приготовление, но это сделать чуть позже. Пока хотелось бы забрать награды различные. Поручения забрать тоже. Какие там где вернулись, чуваки? Посмотреть. Так, да-да-да, к звёздам, бездам, бла-бла-бла. Награды поручений вначале давай. Замечательно. Теперь награды за ранг приключений, пожалуйста. 38-й уровень. Смола, немножко карт опыта и так далее, ещё и руды. Ну такая себе награда, конечно. Ко мне и столько не дали, самое что обидное, ну ладно. И ещё, пожалуйста, экспедиции новые отправить, если вернулись там чуваки. Так, сахароза уже вернулась. Так, собственно, а на сколько она ходила по времени? Видимо, на 12 часов они ходят. Давайте мы на 12 часов ещё их отправим. Так, сахароза пойдёт и в Лиуэ пойдёт на 12 часов. Получается ещё, ну допустим, Кея. Без разницы, на самом деле, кого выбирать. И всё равно можно юзать, если чё. Надо бы чё, материалы собрать разные. Так, 5 из 10 смолы, ну это понятно. Давайте мы ещё стелепортируемся с вами сейчас на... В Монштад. И затем пойдём по основному квесту Принц Мелый Дракон. Ибо Принц Мелый Дракон надо проходить, это ограниченный по времени ивент. Нужно его как можно быстрее пройти, пока время не кончилось на этот ивент. А там 5 этапов, это будет достаточно длинная история, как я понимаю. Может быть, даже мы не успеем её завершить, но я надеюсь, что успеем. Интересно, чё будет в награду даваться за прохождение полностью. Так, здравствуйте, я бы хотел прикупить у вас ингредиентов. Наверняка у вас тоже что-то есть, как и в Ли Юэ. Обновился ассортимент. Не, а не обновился. Продают то же самое. А чё не написано, когда обновиться? Или здесь оно не обновляется? Если так, то, конечно, печально. Давайте мы тогда приготовим некоторые предметы. Так, выбираем, собственно, сюда. Мука у меня имеется в большом количестве, сметана есть, мясо есть. Ветчины вот надо приготовить, я думаю. Давайте сразу по фулу 11 штук пусть готовится. Варенья у меня, в принципе, достаточно, этого достаточно, сахара достаточно. Всё остальное мне, в принципе, не нужно. А, блин, надо было сосиски и бекон ещё пожарить. Зря я всё на ветчину пустил, ну ладно. Ничего уже не поделаешь. Так. Надо ещё забрать награды за боевой пропуск. Ежедневные. И, оказывается, 10 минералов где-то успел добыть. Третий уровень боевого пропуска. Замечательно. Так, переходим сюда, забираем награды. 16 тысяч моры. Теперь выбираем с вами квесты. И идём по заданию Принц Милый Дракон. Глава номер 2. Так, враг Архонта отслеживает цель. Ну всё, поехали. Так, как до сюда будет быстрее всего добежать? Ну, видимо, с этого чекпоинта, окей. Наконец-то, господи, квест! Ну, я потратил примерно 36% на то, чтобы выполнить данжи и ежедневные квесты. В принципе, не так много. То есть, мы сможем ещё достаточно большую часть сюжета пройти сейчас по Принцу Милой Дракону. В принципе. Я думаю, пойдёт. Так, нам надо переплыть озеро. Ну, или можно не переплывать и воспользоваться... А чё это за кнопка у неё новая появилась на Моне? А, это типа просто баг. Окей, понял. То есть, мы можем сделать просто вот так вот. И как бы изи-бризи. О, кстати, эту штуку надо собрать. Это редкая руда. Её желательно собирать при первой возможности. Она, конечно, тоже фигню перерабатывается, но она редкая. Гораздо более редкая, чем... Руда не из этого места. Блин, тут сундук есть, надо бы взять. Так, это водный маг, в принципе. Ой, я чувствую, мы проблемы гребём с этим парнем. Пофиг на щит того парня, надо не дать возможности этому использовать щит. Но он уже его использовал, понимаю. А как он отхилился сейчас, объясните мне? Как он на фул отхилился? Я, кажется, понял как. Это вот это чмо всё сделало, всё испортило. Вот за этих чуваков должны уже давать, мне кажется, более такие жирные награды. То есть уже не обычные осколки, а какие-то более-менее улучшенные. Мне кажется, я его долго буду пробивать, реально. Мне надо отступить. Подальше заменить перса в отряде. Всё, вроде бы на меня больше нападений не совершается. Давайте заменим на... Мону заменим на кого-нибудь другого, допустим, на Кею. А где у нас Кея? Вот он у нас, сменить. Мне просто надо также осколки по заданию набирать. А для того, чтобы набирать осколки, мне надо убивать мобов различных, вне квестовых. Кстати, видите этого парня? Так, стоит, знаете, на берегу. Я могу его скинуть в озеро. Блин, он не утонет в нём, скорее всего. Нет, утонул. Замечательно, на самом деле. Ещё и предметы выкинуло прямо на берег. Вот и инивые осколки, и калявные, как бы, жетоны, все дела. Здесь один только парень остался, в принципе. На, получай, расписывайся. Чё, нормально тебе? Без щитов-то, а? Лёд легко пробивает энергетические щиты. Сейчас он уже очухается, но он очухается уже без здоровья, грубо говоря. Так что всё, до свидания, парень. И как бы сорян, сорян, и чё, фыневый осколок есть? Чё у нас в супердорогом сундуке? О, достаточно неплохие предметы. Ещё и 10 осколков сверху. Так, ладно, мне надо, собственно, идти по заданию. Чё это такое за... Странные у них эти... Ну, вы поняли. Так как бы здесь мне, по-моему, понизу надо идти, да, если я не ошибаюсь. Чё это такое? Какие-то ледяные бочки. А там есть ещё это, получается. Так, секунду. А, мне надо это испытание пройти, получается. А я могу хилиться? Нет, не могу. Ну, не хилиться, я имел в виду, а это. Восстанавливать здоровье рядом. Не здоровье, а холод. Понижать. Так, куда ты меня ведёшь, птичка? Чё-то птичка какая-то странная. Какими-то окольными путями ведёт меня. А, вот, собственно, её постамент. Сейчас получим сундучок за эту шлягу. Так, ну и будем выполнять задание на время, как я понимаю. Вот это вот. Давай, говори, чё надо сделать. Победите чудовищ. А, нет, смотрите, не на время. Замечательно. Ну, блин, они просто убежали куда-то, я не знаю, зачем они убегают. А, я должен защищать эту штуку, что ли, ещё? А, ну я могу её, типа, не защищать, но тогда будет неплохо от этого, я понял. Да, блин, ты задрал. Он просто блокирует все мои атаки. Неприятный парень, конечно. Да ты задрал. На тебе, короче, элементальным навыком задолбал уже. Просто каждую атаку мой блокирует и вообще игнорирует меня. Где маг? Я не знаю, почему, но у него почему-то восстановилась броня. Да куда ты там побежал? Иди сюда. Хрена, чем по его щиту. Он у него сам восстанавливается. Какого чёрта? Как ты восстанавливаешь здоровье своему щиту? Я не понимаю. Или он из-за бури, типа, восстанавливается? Вполне вероятно. А, тут несколько этих штук. И они могут каждый из них разрушить. Так, я не хочу получать лишний урон, поэтому пойду согреюсь немного. Но всё равно они очень жирные. Пробивать их всё ещё сложно мне. Так, ну задание я выполнил, окей. Ну чё, Альбедо? Давай говори. Ну как оно? Силами чаря реакция разная, она струится одна и та же. Энергия струится одна и та же. У меня гипотеза. Поглощая энергию противника, меч резонирует с лежащими глубоко в здешних снегах останками дракона. Ух ты, вот это да! Если моя гипотеза верна, значит местные монстры тоже могут иметь связь с тем, что осталось от дракона. Почему так происходит? Боюсь, это связано с источником энергии местных монстров. Дурин необычное существо, пусть он и мёртв сейчас, но эти горы до сих пор находятся под влиянием его останков. Сами его иск силой могут быть своего рода проклятием. У нас достаточно информации, нужно как следует поразмыслить, получить больше данных. И здесь ваш выход. И как-то мы успели перейти от сказок к работе. Сейчас мне нужно закончить кое-какой следовательской работой. Поэтому нам пока придётся разделиться. Давайте встретимся позже около сломанного монста. Окей. Как скажешь, братан. Ну, кстати, статуи исчезли. А смысл мне их было защищать, если они... Их так много, и противники им атак мало урона наносят. О, ну глава вторая выполнена. Замечательно. Где мои 60 камней и 100, я не понял. О! Новый квест появился. Пройдите испытание проба меча 8 раз. Эммм, да. Соберите 600 единиц мерцающей сущности. Пробудите осквернённое желание до второго ранга. Нифига себе! Чё у вас за читерские такие условия? Ну, типа, ладно, окей. Эмм, я могу как-то по сюжету пойти дальше? Через 15 часов, через 3 дня. Мне кажется, нет. Мне теперь надо именно осколки проходить. Собирать, да? Пока что, видимо, задание «Принц Мелый Дракон» новое не появилось. Да-да-да-да-да. То есть мы сейчас предоставлены сами себе, грубо говоря. Можно фармить камни истока, можно убивать хиличурлов, можно собирать осколки. Наверное, стоит всё-таки заняться какими-то заданиями. Давайте вон там хиличурлов убьём, за них ещё иниевых осколков раздобудем. Как ваши щиты поживают после такой бомбардировки? Нормально? Видимо, не очень, да? Соберём кучу вкусненьких сундучков сейчас по-быстренькому. Так, иниевые осколочки ещё пригодятся, конечно же. Так, давайте перейдём... О, меня отхилило чё-то. Видимо, при получении урона Феникс призвался. Ну кто ещё, господи? А, это ты. Помню тебя. Они ещё взрываются? Да отвалите вы от меня, господи. Не дают мне даже ничего сделать. Так, пытаемся расхреначить ей щит. Который, кстати, будет регенерировать время от времени. Вот он опять полностью зарегенерировал. Этих блок можно, кстати, бесконечное количество времени, мне кажется, бить. Не, давай без ульты. А, смотрите, я блох убил, и у неё щит сразу пропал. Всё, давай, до свидания. И дайте скорее мне осколки, быстрее. А то я тут это замерзаю немножечко. Так, иниевая большая хрень. Хорошо. О, греться, греться, греться. Так, по заданию давайте посмотрим, чё у нас там по осколкам. Описание события. Первая глава. 120 теневых осколков и 60 теневых осколков. Окей. 30 теневых кристаллов. Это с более жирных мобов. И 60 теневых кристаллов там понятно. Остальные у нас выполнены. Во втором этапе нужно осквернённое желание прокачать. Соберите 600 единиц мерцающей сущности. Не знаю, что бы это ни значило. Так, чё-то я не понял. Как мерцающую сущность собирать? Не дав ни одной свече руин погаснуть. Пробудите осквернённое желание до второго ранга. Ну, давай попробуем. Посмотреть, чё там требуется для её повышения. Так, во-первых, оружие. Сменить. Блин, мне кажется, мерцающая сущность, чтобы собирать, нужно убивать именно через этот меч. Для улучшения требуется... У меня всё есть, окей. Есть новый уровень. Давайте мы материалы двойниже авто используем для начала. Угу, и теперь применим осколки. Да, давай. Так, вот и второй ранг, собственно, есть. Замечательно. Ещё мне нужно три такие фрагмента. Можно их, кстати, сейчас нафармить по-быстренькому, улучшить его до 60 уровня. Чтобы я хотя бы мог с монстрами сражаться, если чё. Давайте мы перейдём сами в данжик и пройдём его ещё пару раз, видимо. А можно в алхимии создать эти штуки, да? А у меня, наверное, зелёных кандалов нет, чтобы их создать. Поэтому всё равно придётся. А чтобы набивать именно осквернённую вот эту вот сущность, это надо, видимо, с этим мечом бегать и убивать. Поэтому мне нужен 60 уровень, чтобы бегать с этим мечом. Чтобы он хотя бы какой-то урон наносил мне. Ой, нам. Ну, не нам, но вы поняли, короче. Чё я имел в виду. Так, давайте мы отправимся с вами в город поражений. Да, мне нужна вот вторая уровень вот этого места. Блин, а у меня смолы нету. А можно как-то посмотреть, сколько у меня таких штук? Кандалы львиного клыка. Давайте мы посмотрим, потому что мы просто можем скрафтить себе нужное количество. Так, давайте перейдём в этот, в инвентарь. Кандалы клыка. Кандалы клыка. Где они у меня могут быть? Вот здесь, наверное. Хотя нет, здесь вроде бы еда какая-то, да? Кандалы, мне кажется, не здесь указываются. Может быть здесь, может здесь. Может быть в этом. Блин, а где возвышение оружия находится? Да, вот здесь. У меня их сейчас скажу сколько. Ладно, у меня ни одной такой штуки нету. Вы что, прикалываетесь? Нет, есть восемь. Но мне надо гораздо больше. Мне не хватит их перекрафтить. Я могу две штуки сделать только. А для того, чтобы улучшить осквернённую сущность, мне понадобится далеко не ещё две. Для того, чтобы его улучшить до следующего уровня, мне надо ещё три. То есть мне как минимум один раз надо испытание пройти. А для этого нужно ещё смолу заюзать. Давайте я смолу заюзаю. Так, смола, смола. Вот она у нас. Применить. Да, придётся немножко смолы восполнить, чтобы потратить её в саду сиси. И, в принципе, я готов. Поехали. Так, блин, не дают мне с новым мечом поиграть. Вот вообще никак. Погнали, одиночный режим. Поехали в бой. А завтра уже откроется у нас новый квест. Ну, то есть продолжение истории. А пока мы будем заниматься прокачкой, добычей иниевых осколков, прохождением испытаний меча, которые надо будет ещё найти на карте, да? То есть это не так-то просто всё будет сделать. И всё это нужно за 20 дней пройти. Это только два этапа. Вы прикиньте, их будет пять. И в каждом из них будут задания. Это же жесть. И чем дальше, тем задания будут всё более жёсткие. Как я это пройду, я пока не подозреваю, честно говоря. Да-да-да-да, я понял вас. Такое ощущение, как будто вот это вот задание, оно рассчитано не только на новичков, но ещё и на прокачанных игроков. И прокачанные смогут, типа, пройти его? Я не смогу, скорее всего. На последних этапах. Да и даже на втором-то этапе уже еле-еле, блин, могу успеть только сделать это всё. Что-то не слишком много заданий, как по мне, добавили. Так, ещё минус три. О, теперь я ваншотаю в этом... Давайте ультанём ещё. Я теперь навыком своим элементальным ваншотаю противников. В этом данже. Так, большие слаймы начали появляться. Замечательно. Так, где последний засранец? Серьёзно, он всё это время просто залез куда-то наверх и сидел там? Может, его заглючило? Так, собираем награды. Да-да-да, я понял, пропустите. Получено. Дайте три. Дайте три синеньких. Ну, твою мать, придётся повторять. Окей. Ну, можно, конечно, и в алхимии, типа, осоздать эти штуки. Да, то есть перейти на базу, зайти в алхимию. Но мне кажется, гораздо быстрее будет просто сейчас быстренько пройти это всё. И уже устремиться к остальным заданиям. Ну, мне просто нужно прокачать меч до третьего уровня, чтобы если я накапливал вот эту элементальную энергию, я мог более-менее сражаться. Хотя бы. Потому что на 50 уровне он будет гораздо слабее моих мечей, двух остальных. Я буду очень мало урона носить и, естественно, медленно накапливать эту энергию. А это мне не нужно. Так, ну, давайте идите сюда все потихоньку. Келичурлов сразу же убиваем. Так, отлетают ещё пацанчики. И этого-то, а этот-то как умер. Я же его почти не задевал даже. Я ударил его, когда он уже исчез. Не хочу тратить ульту на них. В принципе, это, я думаю, не обязательно. Всё, до свидания. И теперь мне хватает на улучшение меча. До третьего уровня. Возможно, на третьем этапе я даже смогу сразу пройти испытание, улучшить осквернённое желание до третьего уровня. Так, получена награда. Опять же, это всякая штука. Давайте покинем подземелье. Пока вроде всё. Сказать на ближайшее время мне хватит. Пока что. Ну, если его там будет, говорят, улучшить потом до шестого уровня, знаете, там в пятом этапе, то мне придётся просто лоу-левелные данжи проходить, копить зелёные, превращать их синие, синие, превращать фиолетовые и так далее. Ну, либо наоборот. То есть, копить сразу синие и превращать их сразу в фиолетовые. Так тоже можно, в принципе. Но чувствую, мне их там много потребуется. Давайте мы сразу прокачаем наш меч. Если мне, конечно, других ресурсов хватает на него. Оружие сменить. Улучшить. Да, мне остальных хватает. Хорошо, более-менее. Есть третий уровень слияния. Теперь мы быстренько это улучшаем с помощью наших камешков. Но это надо сделать. Как бы, как ни крути. Всё. Ну, хотя бы на него требуется гораздо меньшее количество камешков, чем ты... Эээ... Да. Потому что у него идёт опыт и... Икс 1,5. Подожди. Сменить оружие? И придётся, видимо, бегать нам сейчас с этим оружием. У него, видите, гораздо меньше урона, зато есть восстановление энергии. И проверим, будут ли как-то настекиваться какие-то бонусы скилечурлов, к примеру, этим мечом. Господи, какой маленький урон, по сравнению с моим мечом. Давайте ещё бьём хиличурлов здесь. Да, просто ультану. Он даже не пробивает им щиты, этот меч. Он просто ударяется в щиты и даже их не пробивает. Ну, нормально, пойдёт. Так, теперь давайте проверим по заданию, улучшается ли меч. Так, описание события. Поглашает ли меч силу врагов? Надо проверить просто. Нет, смотрите, мерцающая сущность не улучшается. А как мне вообще найти, где мерцающую сущность собирать? Может быть, она повышается только если убиваешь монстров в этом, на горе? Давайте проверим. Так, сюда на гору тогда двигаем. А, вот и, собственно, штука, которая испытание меча, как я понимаю, да? А, вот это, наверное, мерцающая сущность. Хотя фиг его знает. Давайте с обычным мечом пока сыграем. Если не будет накапливаться фигня для улучшения моего меча, то будем тогда уже драться этим мечом. Мне просто не нравится. Он хуже, чем мой меч. Типа, да, я быстро накапливаю ульту, но одной ультой драться такой себе, как бы. Хотя меч, на самом деле, не такой плохой, если именно на ульту у него идёт реген энергии. То есть не так-то всё плохо, но опять же, да. Давайте мы оружие себе поставим другое. Ну и пойдём по квестикам, наконец-то, которые у нас открылись. О, подождите, я чё-то нашёл. По-моему, это сундук, да? Нет, это просто мора. Мора и немножко энергии. Так, ну а нам нужно испытание меча пройти тем временем. И при этом нельзя, чтобы ни один алтарь сломали хотя бы один раз. О, сила дракона, восстанавливается хп. Блин, ещё эти бандиты дурацкие. А ещё испытания не на время, мне это нравится. На тебе в спину. А в принципе, чё я парюсь? Я их просто ультой сейчас завалю и всё, как бы. Не смей бить мои штуки. Я сказал, не смей бить мои факелы. Так, тут три волны будет, оказывается. Нифига себе. Я думал, две только. Они тупо игнорируют меня и бьют эти штуки. Хватит бить эти хрени. Интересно, а кто будет на третьей волне, если были такие жёсткие парни на этой волне? А, просто точно такие же. Ну, почти точно такие же. Ты можешь не бить мои штуки, а, пожалуйста? Хватит бить мои факелы. Хватит бить мои факелы. Так, надо факел спасти. Ну, типа я прошёл это испытание, и у меня все факелы целые. О, какой-то мега-сундук открыли. Так, и чё тут за наградоваящая в целом? Мерцающая сущность. О, да-да-да, вот эту штуку надо, видимо, собирать. Внутри ничего нету. А, ну да, я этот сундук же находил. А я всё время хотел обыскать здесь. Так, мне руду звёздного серебра надо собирать ещё, в том числе. Не необходимо, но желательно, потому что она достаточно крутая. И надо посмотреть, что у нас по заданию. Так, описание события. Первая, вторая глава. Пройдите испытание проб меча пять раз, не дав ни одной свече руин погаснуть. То есть надо ещё несколько раз-то пройти. Как минимум пять раз. Понял, принял. Поехали пока на следующее тогда испытание меча. Но он у нас находится здесь. О, с этими пацанами мне тоже надо сражаться. Четыре тысячи урона, вот это я понимаю, дэмэдж. Так, где эти засранцы, куда они убежали? Давай сюда свой лутик. Мне нужны эти... Различные осколочки всякие разные там. Да-да-да, братан. Дай сколок, пожалуйста. Вроде бы выпал один, но я не уверен. Блин, я факел потушил. Погнали на следующее пробу меча тогда. Ещё один сундучок халявный. Так, руда усиления, бла-бла-бла. Там всякие штуки-дрюки. Так, испытание меча у нас находится здесь. Поехали, чё. О, уже девять штук надо убить врагов. А, ну на этот раз ты хили чёрлы, я понял вас. Ага, ты тоже выжил. Понимаю. Следующая волна. Ой, мерзкий маг. Ну ладно. Сразу избавляемся от этого парниша. Почему только что ударского с него прошёл. Минус два. Мне кажется, там будет маг бездны третьим, последними двумя противниками. Я, по крайней мере, не удивлюсь, если так оно будет. Да, так и есть. Удачный маг. Какая-то штука-то. Какая-то штука-то. Удачный маг. Да. Я, по крайней мере. Я, по крайней мере. Он был забывал. Я, по крайней мере. Снежная буря ускоряет накопление эффекта лютого мороза Но мне это не особо важно Все, типа, испытание пройдено Опять ни одна свеча не погасла, замечательно И здесь смола еще не тратится, что мне нравится Так, стоп, что там показывается А, это показывалось уже то, что я взял, окей Теперь мы можем эти осколочки с вами тратить на покупку вещей Различных Так, идем пока на следующую миссию Нам надо пять раз пройти и не потратить ни одной свечи Шесть врагов на этот раз Мало достаточно И это всего лишь хили чурлы, серьезно Ну, видимо, там будут какие-то серьезные три последних хили чурла А может быть вообще будут не хили чурлы, черт его знает, а слаймы Так, ну мага надо сразу убивать, это как бы как ни крути И последний будет, опять же, скорее всего, маг Бездны, да, если я не ошибаюсь Не бей мой этот штука Так, давай сюда мага Бездны, сюда А, не маг Бездны, вот это барышня будет Тоже барышня такая, мало приятного в ней Блин, дурацкая вода Так, блин, где эта хрень? Ну, конечно, она уже настекала себе кучу всякого их говна А мухи наверняка сейчас будут бить мои факела, да? Ой-ой-ой, они там почти один факел развалили Ну, блин, я не могу с ними драться, если они бьют факела Я не могу по ним попасть даже Она их заново призывает, и нет смысла сражаться Господи, какой бесячий противник все-таки, как ни крути Да ты офигела, она снова щит уже успела себе поставить Хватит бегать от меня Она постоянно телепортируется, а хрен знает куда, на огромные расстояния И мне приходится за ней бегать постоянно на 50 километров каждый раз Откуда она исчезла опять? Ну, конечно, снова щит, почему бы нет? Блин, она опять стелепортировалась, да? Опять стелепортировалась, опять настекала на себя Щит этот гребаный Ну, видимо, чем меньше мух, тем сильнее ее щит пробивается Да ты задрала уже телепортироваться на такие огромные расстояния Где эта дура? Она просто кастует, когда ее избивают супер-атаками Ну, конечно, почему бы тебе не стелепортироваться за полкилометра? Господи, какой бесячий противник, вы просто не представляете Да хватит, она телепортируется, как только теряет щит Еще эти мухи дурацкие, конечно Хватит, где она вообще, я не вижу Ага, вижу Все, я убил последнюю муху, теперь у нее должен щит, по сути, пропасть Ой, все, иди в задницу, а Ты сдохнешь вообще сегодня или как? Нет, только не щит Все, иди в жопу Капец, бесячая вообще, просто до невозможности Отвратительный противник, честно говоря Так, еще осколочки Ой Так, и нам нужно двигать с вами к следующему Это у нас вот здесь находится Так, следить Очень мерзкий противник Первые пять были вообще лохами А последний очень мерзкий То есть именно из-за того, что она телепортировалась постоянно Через полкарты Не знаю, зачем мне сражаться с этим магом бездны Я, наверное, не буду Потому что, ну, толку особого нету Так, этот лагерь Фатуй я вроде уже зачищал когда-то То ли сегодня, то ли вчера я уже не помню Так или иначе, здесь никого нету Есть зато испытание меча Мне еще два раза пройти, и я выполню одно из заданий Так, поехали Девять врагов, ничего себе Ну, филичурлы, понятно Вот куда она бьет, непонятно, да? Пошли вон от моей свечки Я сказал, пошли вон от моей свечки Че не слышно? О, теперь слаймы Интересненько Филичурлы, я liksom Ну и последним будет Либо опять этот маг дурацкий Либо еще что-то похуже, чем маг Так, я успел его убить В принципе А, ну это хрень Господи, доломайся этот щит уже дурацкий Ну хили чурлу это не страшно большой Все, досвидули Еще одна награда, забираем Блин, прикольно, что смолу не надо тратить на эту фигню То есть на открытие этих ящиков Так, следующее наше задание Меча находится рядом Прям в упор с точкой И это будет последнее задание Которое мне нужно пройти, сохранив 3 свечи Потому что я пока что 4 из 4 Сохранил по 3 свечи И типа круто Мне заряда телефона хватило, чтобы 4 раза пройти Эту фигню, ну 5 раз, окей Потому что она у меня уже скоро Может начать лагать и это будет не очень хорошо Мне хотя бы пройти Знаете, на сохранении свечей Чтобы было все Зашибись Так, сколько у нас здесь будет оппонентов? 9 Видимо, опять такая же Котовасия О, хорошо Всех отшвырнул Блин, у меня уже лагает, по-моему, да? Какие-то притормаживания есть небольшие? Куда ты? Так, ну типа 4 слайма я убил Дальше че? Мега слаймы 4 мега слайма Можете отойти от свечи, пожалуйста? О, какой отличный ракурс был Нифига себе он задамажил, конечно Мой факел Блин, косой Вот этот маленький бесит Мешается очень сильно И потом будет еще один какой-то противник Только, пожалуйста, пусть это будет не та баба морозная О, это фигня О, стан пошел Давайте активируем этот навык Да блин, я Да я в дереве застрял Так, я замерзаю Можно оттаять, пожалуйста Да, можно И я, как говорится, выполнил одно из заданий Замечательно Так, активируем эту штуку Забираем шняги И у нас следующая совсем рядышком находится Я бы хотел забрать награды свои Все-таки я прошел Второй этап Замечательно Давайте посмотрим Пять погаснуть И 600 единиц сущности накоплено Дальше получается испытание Нужно 8 раз пройти 16 раз И Собрать 1800 сущности И оскверненное желание до второго ранга пробудить А как это вообще сделать? Что-то я не понял Что значит пробудить оскверненное желание до второго ранга? Это как? Так, давайте в магазин зайдем Посмотрим, куда мы можем осколки потратить Ртутная пилюля Опыт героя Мора Костный мозг дракона Вот это, наверное, самая важная, по сути, вещь Этих фрагментов еще у меня больших нету Но вот эта штука я 100% Типа, для пробуждения А, вот Пробуждение оскверненного желания Понял Понял, как это сделать Тогда смотрите Мы сейчас сделаем так Затем заходим в оружие И, видимо, пробуждаем его, да Оружие Сменить Оскверненное желание Улучшить Пробудить И здесь используем вот эту вот фигню Урон элементального навыка на 24% Ну, то есть он чуть-чуть стал посильнее, но это неинтересно И мы прошли с вами еще один этап Так, принц, смелый, дракон Переходим сюда Второй уровень Бла-бла-бла Получаем награду И осталось только 3 квеста Пройти пробу меча 16 раз 8 раз И собрать дохрена мерцающие энергии В этом квесте А во втором квесте, подождите, надо посмотреть Описание события В первом еще надо пройти Так, ну первое Иниевые осколки И Иниевые кристаллы Это просто мобов надо убивать Обычных А в остальном, в принципе, все остальное То же самое Ну ладно, тогда я сосредоточусь пока на испытаниях меча Пока есть такая возможность Желательно бы их попроходить Сейчас уже все свечи сейвить не обязательно Потому что мы прошли с вами Так, начать испытание Опять хиличурлы Мне нравится драться с хиличурлами Но мне не нравится драться С теми, кто выступает после того, как хиличурлов я убиваю Задолбали эти щиты, честно говоря Проводник, хорошо А, там еще один выжил, этот парень Интересно, а хиличурлы с щитами могут себе щиты заново делать? Маленькие Большие-то точно могут Вот маленькие могут или нет Это еще тот вопрос Так, вторая волна засранцев Нормально так отлетели все парнишки Он сел на свою вышку Да, да, понимаю Господи, камера просто божественная, конечно Ну что, ты долго там наверху будешь еще сидеть, братан? Так, и последний противник Слава богу, это всего лишь маг Бездны Он, конечно, жирный, но не более того У него нету никаких других преимуществ Щит его я могу пробить, в принципе Ну все, изи-бризи, как бы Так, еще осколочки И следующая тоже близко находится Мне прям прет То, что близко находятся нужные мне вещи Блин, не взял кристальную бабочку Ну и ладно А что там у нас находится, кстати? Еще одна плита Надо ее активировать Так, это бомбочка Так, еще одна плита есть Активированная Замечательно Ну и погнали по испытанию меча Они заново, что ли, появляются? Вполне возможно Там еще, кстати, даже в Монштадте Есть еще Неоткрытые сундучки Восемь врагов О, каменные пошли Интересненько Интересно, эти каменные слаймы Они относятся вообще к моим противникам? Вроде бы да Так, первая волна одолена Блин, все-таки здесь мелководье А он не утонет таким образом, братаны? Не, нифига Он может спокойно ходить в том месте Где я не могу ходить Ну все-таки Иначе там-то он уже точно утонет Не, нифига не утонул Да как это так-то? Так, есть один парень Господи, как ты выжил вообще, а? Так, что-то холодно Да ты офигел, что ли, ломать мою свечку? Может быть, чем больше свечей, тем больше рейтинга у меня будет Второй может сейчас себе броню опять накопить? Но мне, в принципе, не дать Главное одному из них хотя бы броню себе восстановить, да? Братан, ты не слишком ли там оборзел так далеко от меня убегать? Вообще, за карту куда-то Не, вот говнюки, конечно Но зато не будет никакого элитного моба О, тут есть, кстати, камень, который надо бы забрать До свидания Так, я хотел бы забрать как-то этот камень Для этого мне нужен нефрит Ну, нефрит, а этот, как его? А камешки такие красненькие Нужен один штучка О, я вижу, где можно достать Так, забираем агат И ломаем эту хрень Получаем особый сундук Обычный, обычный сундук Не особый, обычный Так, наградки разные Ну и здесь собираем, соответственно, награду Ебой Так, ты че тут делаешь, барышня? Дальше мне надо сюда идти Но эту барышню тоже надо убить, на самом деле Дальше мне надо убить Сейчас такой разнос я тебе устрою, подруга Что происходит просто, да? Ха, ей пофиг Ее щиту вообще на все пофигу Нормально стелепортировалась, да, подруга? Ну конечно, щит опять Да, я понял уже Надо заканчивать Пройдем оставшиеся пофозже, видимо Подругу бы только надо добить Так, 2800 есть урона Окей, более-менее Можно побыстрее Такие невыкристаллы, это замечательно А есть где-нибудь здесь погреться? Ну пока хотя бы алым кварцем похилиться Так, и надо бы найти место, где можно погреться Я понимаю, что у чекпоинта можно погреться Но мне бы хотелось не у чекпоинта, а где-то Не знаю, костра что ли какого-то Или факела Ближайших костров и факелов-то и нету Господи, неужели сложно было поставить Где-нибудь один костерок? А кварц можно выпадет отсюда, нет? Спасибо Так, может где-то здесь костерок какой-то Или факелок есть? Алло О, есть, наконец-то Смогу хотя бы здесь погреться немножко А я уже взаимодействовал с этой пластиной или нет еще? Скончалась, совершила роспись в главном зале Видимо, да По-моему, уже взаимодействовал с этой штукой Ой, ну ладно, короче Наверное, на этом пока буду заканчивать В принципе, неплохо Неплохо сыграли сегодня с вами Много чего выполнили Конечно, не хватило мне пройти еще, по-моему, одно испытание, да? В событии То есть я все прошел, кроме, по-моему, одного Для того, чтобы пройти вот здесь вот Один квест еще Во второй главе А что за награда будет за это? Камни истока Да, видите, одного раза не хватило пройти 8 раз Но так или иначе, мне все равно 16 раз надо будет проходить То есть еще 9 раз надо будет пройти Это испытание И только тогда у меня будет здесь собрано все А, ну еще, соответственно, мне нужно будет в магазине события Пройти что-то Здесь надо просто убивать монстров в этой локации Очень много, большое количество То есть 120 монстров надо убить среднего размера Ну, не из каждого из них вываливаются инивые осколки А большие монстры это, типа Ну, вот, всякие элитные противники И всякие, допустим, там, големы Огромные хили-чурлы Вот эти бабы-маги Какие-нибудь там фатуи и так далее Вот, причем, все элитные монстры А нет, там не все фатуи, по-моему, являются элитными А только некоторые Или вообще ни один фатуи не является элитным Ну, так или иначе, короче, убивать больших монстров Это вот инивые кристаллы Инивые осколки Это обычных монстров Любых, даже хили-чурлов ледяных убиваешь Получаешь эти осколки И надо еще в магазин зайти Посмотреть, может, я могу что-то приобрести себе За вот эти штуки Ну, в принципе, да Да, могу себе приобрести различные шняги Эмм Вот почему здесь не написано, сколько таких доступно Написано доступно и типа не показано Ну, вроде бы шесть, да Волшебная руда-героя Волшебная руда-усиление Здесь надо будет все купить вообще Все, что возможно То есть пройти по максимуму быстро все это Давайте мы пока приобретем, допустим, пилюли И кусочки черного вот этого вот Ну и пока что это все, что мы можем приобрести Руду надо будет еще тоже накопить на руду На остатки предметов и на опыт И на мору желательно То есть тут можно будет прям вообще весь магазин скупить Здесь уже надо побольше Точнее, таких же вот осколков На костного мозга надо столько же А вот для других наград достаточно маленькое количество В наличии 12 В наличии... О, ну это показывает сколько у меня Сколько купить я могу не написано А, ну обмен недоступен, потому что пока что И здесь надо будет корону купить И еще улучшить костный мозг дракона Но это будет самое сложное Но это скорее всего онлайновые какие-то испытания В принципе я доволен сегодняшним прогрессом Более-менее вот сегодня мы нормально так с вами сделали Капец, 8 дней осталось Это... Чё так быстро событие заканчивается? Очень быстро А это надо быть еще все пройти, прикиньте Это надо прям... Надо... Надо... Надо сосредоточиться на испытании вот этом вот И проходить его по максимуму То есть по возможности Надо абсолютно все вот это вот собирать Всякие штуки собирать и грейдить, грейдить, грейдить Беспереставая Может быть даже вне записи придется играть И выделить себе как-нибудь немножко времени Чисто чтобы пофармить, остатки нафармить Но пока что... Да, пока что на этом пока все Буду заканчивать А вам огромное спасибо за просмотр С вами был Ник Удачи, до скорых встреч И мы еще увидимся На этом пока все Пока-пока